Накануне Федеральная резервная система Соединенных Штатов Струсили. Струсили. Оставили ставку на прежнем уровне. Почему? Ну, они на самом деле сами себя загнали в ловушку. С одной стороны, они перегрели фондовый рынок. Ну, это все понимают, что он перегрет. Он в августе чуть не рухнул. Собственно, спасло только то, что были... Но каникулы никого не было, да. А чуть не рухнул. Поэтому повышать ставку было... Ну, никак нельзя, да. Потому что даже повышение ставки на 0,25, это, в общем, в два раза от нынешнего уровня, да это сигнал, что, ребята, все, ставку будем повышать. А если ставку будем повышать, то надо фиксировать прибыль. То есть все продавать. И все рухнет просто дико. А в нынешней ситуации у Соединенных Штатов Америки висят два проекта. Один уже, похоже, рухнул. Тихоокеанская зона свободной торговли. А другой тоже, в общем, висит на тоненькой. Это североатлантическая зона свободной торговли. А его нужно пробить любой ценой, иначе ему совсем плохо. И по этой причине никак нельзя ставку повышать. С другой стороны, ключевой элемент американской экономики это потребительский спрос. А потребительский спрос во многом определяется величиной психологической потребительской уверенности. То есть берут ли у потребителей новые кредиты, готовы ли они тратить те деньги, которые теоретически должны лежать как бы в заначке на черный день и так далее. А для потребительской уверенности нужно уверенность в чем? Что экономический рост идет, и что сейчас все будет хорошо, зарплаты будут расти, рабочие места создаваться и т.д. Всего этого нет в Соединенных Штатах Америки. Рабочие места создаются. То есть если быть предельно корректным, то это выглядит так. Количество, даже официальная цифра создаваемых в США рабочих мест, меньше, чем нужно было бы создавать с учетом увеличения количества работников. То есть в США сейчас вступает в жизнь довольно многочисленное поколение, и много появляется новых людей, которым нужны рабочие места. А их создается меньше, чем нужно. Вот. И у людей создали в голове ощущение, что экономический рост начался, и при этом категорически необходимо повышать ставку. Это как бы следствие. В результате картина имеет место и обратная картина. Если ставку не подняли, значит экономического роста нет. И по этой причине руководство США оказалось в ситуации, когда и повышать нельзя, и понижать нельзя. То есть оставлять на месте. У них возникла мысль, где-то примерно так полгода тому назад, или год, я сейчас уже не помню точно, они обсуждали весну, условно говоря. У них была такая мысль. Чуть-чуть поднять, потом на что-нибудь высослаться, и снова опустить быстренько. Но, видимо, состояние фондового рынка настолько не ахти, что даже они на такую операцию не решились. То есть, иными словами, они перешли с точки зрения экономической тактики в состоянии глухой защиты. Ничего, не шевелиться, не дышать, чтобы не дай бог ничего. При этом нет никакой гарантии, что в конце сентября, начале октября все это все равно не рухнет. Вот эта вот вся финансовая настройка, которую они там надували столько лет. Ну, собственно, с 2008 года они ее дули-дули-дули.